Ну ладно, мы как-то двигаемся дальше. Да, по поводу ваших вопросов, да? Соживет ли человек с пулей там? Дело в том, что пульты разные бывают. Если эта пуля имеет цельнометаллическую оболочку, то есть латунную, например, оболочку, или самоснояд, он имеет, это железо, да? И во время воспалительного процесса, когда онтосколок находится еще в организме человека, или пуля, и не извлекается, потому что извлечь его трудно, например, по ряду причин. Либо это находится в военно-полевом каком-то госпитале, где нет оборудования должного, либо есть неотложные показания в лечении, например, восстановление именно витальных функций, то есть жизненно важных, основных. Например, если у человека ранена мышца, и ранена печень, будут заниматься печенью. Мышцу оставят, видно, потом, это потом, это можно ссорить потом. А оказывается, что там организуется демаркационный вал, это лейкосвитарный вал, и вокруг осколка формируется сумка и соединительные ткани, которые как бы, ну, капсулируют, капсулу создают вокруг это все дело. И эта капсула, если нет, вот, отторжение явного, она натосунковывает эту вещь, и она там может находиться десятилетиями до конца жизни. Если она не беспокоит человека, то ей говорят потом и не надо. Собственно говоря, мы такую же вещь постоянно видим в ортопедии, когда в теле человека после тостеосинтеза, то есть после синтеза костей какими-то металлоконструкциями, ну, пластинами, болтами, эти болты там оставляют, если они не мешают, то человек всю оставшуюся жизнь может ходить с этими пластинами на костях. И это никак не сказывается совершенно. Я, конечно, понимаю, разница большая, когда пластина специальная, она подготовленная, она мотосептическая, она сделана из специальной хирургической сомстали, которая не будет отторгаться, и другое дело кусок грязного снаряда. Но если этот организм сам очистил его, дезинфицировал, а учитывая то, что у нас такой объект антибиотиков, то просто подавили воспалительный процесс и не дали развиться, это разоржение крови сепсису, то он может там остаться. И единственное, чем он человеку помешает, может, это прохождение на рамке в аэропорту. Зазвинить будет. Что эту ситуацию, скажем так, одни разы обыгрывали в различных фильмах. Там какой-то осколок с войной остался. Проходит что-то на рамке. Но таких уже скоро не останется людей, которые с времен Великой Отечества, если только из зоны локального конфликта. Ну, бывает. А вот расскажите, мы вернемся немножко к операцию, которую вы, соответственно, изучаете оттуда, вы чистите как бы рано, вытаскиваете пулю, и дальше как происходит? Самое важное при обработке раневого канала, это на самом деле извлечь раневой детрит, где находятся сочеродные ткани, которые затянули потоком воздуха. И если там есть осколки кости, мы их извлечь. Для чего? Для того, чтобы минимизировать воспалительный процесс. Чем он будет меньше, тем человеку легче пережить это будет. Наше сильное воспаление, оно способно свалить любого самого крепкого человека. Причем, чем человек сильнее физически, чем у него сильнее иммунитет, тем он тяжелее переживает воспалительный процесс. Как это ни странно, ну, это не странно, мы это видим постоянно. Если заболеет гриппом человек сильный, который занимается спортом, закаленный, грипп нельзя победить. Это вирус, мы, к сожалению, не можем. Никак победить, если только прививки не посадят. То он очень тяжело заболеет. У него будет высоченная температура 40 градусов, он два дня будет мертвый лежать практически. И заболеет человек гриппом, который дистрофичен, слаб. Он на ногах перенесет 7 дней и даже не почувствует ничего. У него температура повысится до субфибрильных температур, там 37 градусов. Он очень это все легко переживет. Поэтому сильный человек, а бойцы, солдаты, это, как правило, сильно хорошо подготовленные люди, особенно если это со спецназ, они могут, конечно, очень сильно пострадать от этого. Так вот, самое главное, это санация канала раннего, и даже не то, чтобы угарят на там, но тушить, очень часто показывают в фильмах, что, значит, извлекли пулю и зашивают сразу. Нет, ни в коем случае. Самое важное, это, значит, обеспечить дренирование рану, потому что после того, как мы развлекли из первичного некроза мертвую ткань, наступит вторичный некроз через какое-то время именно в зоне молекулярного спасения, где погибли клетки. И они потом на торгах начнут в виде гноя, и нужно обеспечить выход этого гноя через дренаж. И рана сама будет очищаться. Пройдет какое-то время, ну, это надо с антибиотиками делать, безусловно, чтобы не попала там инфекция какая-то гематогенная с кровью или внешняя на своих перевязках, и рана сама вычистится. Если свища не будет, ну, а его крала не будет, то она зарастет. И вот здесь есть несколько самых способов. Она может эпитализироваться, зарастя, да, все право, зарастя теми тканями, которые там есть. Это норма. Это не норма, это очень хорошо, когда, например, клетки кожи замещаются клетками кожи, и мы видим кожу. А другой вопрос, когда может появиться зона грануляции и образоваться рубец. Это уже не клетки кожи. Вот у меня пор. Вот у меня это ранение как раз разгонистреленного бассана. То есть я в то время у меня собстреляют из пистолета, я захватился за ствол, у меня пуля прошла между пальцами. И вот образовался рубец как раз, и вот сам следы пороха между пальцами синий. Так что я даже лично пережил, но это, конечно, фигово. Ну, это мы вырежем. Это, конечно, ерундовое ранение, это, конечно, ерунда. Со страшнее была сама ситуация, ранение самое пустяковое. Ну, вот, да. Где вы так простите переживаете? Ну, в молодости. В молодости в охране подрабатывалось. Возникла такая ситуация, мне говорят, конфликта. И как бы психологически? Психологически все было потом. В тот момент, когда это все происходило, все было быстро, и даже не задумывалось. И не успел. Да, не успел. Нетривиальный человек, который боксирует самодель всю жизнь, он, конечно, не готов к тому, что у него стрелять с пистолетом. Но реакция, конечно, помогла, среагировала. А вот интересно было потом. Потом была реакция. Я просто понял, что такое шок. Даже не травматический шок, а именно шок психологический. Это серьезно. Если он еще мог усугубляться травматическим шоком, то человек может действительно... Вот мы говорили, что подавляются функции некоторых органов. Действительно подавляются. И возникает и внутритния сердечная, и даже может потом быть недостаточность самопочечная, что выражается такими процессами, которые, например, совершенно не характерны для процессов, когда нету именно воспаления. То есть могут даже проявиться в виде регламирования в виде какого-нибудь в почках. Хотя нет агента, который мог бы вызвать это заболевание. А оно возникает из-за недостаточности. Скажите, человек, который пережил, например, пулю на улице, нормально заросла, потом может, соответственно, валить это место? Да, конечно, безусловно. Я часто скажу для камеры, а потом скажу так и жизнь в той же ситуации. Любое травматическое повреждение, повреждение, оно вот влияет к химодезу. Дело в том, что куда бы ни было проникающее ранение, неважно, ножом, пулевое ранение, у нас весь организм, соответственно, пронизан окончаниями нервами. Где-то со стволы крупные проходят, где-то мелкие веточки. И если оно пройдет, конечно, около мелких веточек, то проблем никаких не будет. Абсолютно все остановится. Если же задет крупный нервный ствол или крупный нерв, то когда образуется рубцовая ткань возле этого поврежденного нерва, возникает ишемия, то есть может изменен быть даже нерв сам, может измененная ткань вокруг, и возникают так называемые боли, либо наведенные, либо если человек утрачивает какую-то часть, кончик пальца, что еще фантомные боли, это приемно-тампутации такое бывает. То есть болит конечность, которой нету. Или болит рана, которая уже давным-давно зажила. Это может быть слошь и рядом. А может из-за повреждения соствола нервного измениться правильная чувствительность и регуляция, даже которая оказывается этим нервом. И тогда получается, что человек может испытывать боль не в том месте, где у него было ранение, а соседнего органа или соседнего участка тела. Например, предположим, человеку уранили ребро спереди, а болеть у него будет сзади по ходу межрепренного нерва. Например, вот так. Либо ранили перекарт сердца, а наведенная боль может идти на желудок или на кишечник. Или наоборот. Созадили ганглии, но только позвоночный, а болеть у него будет сердце, как при стенокардии. Такую картину видим, то есть ухондрозе, например, когда ущемляется корешок спинного мозга, и оно со спина не болит, а человек жалуется на боли в сердце, думает, что это стенокардия, лечат, а на самом деле стенокардия там и неплохо. То есть ЭКГ показывает, что с сердцем у человека все в порядке. Буквально мануальный терапевт, а я в том числе мануальный терапевт, поэтому сталкивался с этим не единожды, делает манипуляцию, то есть освобождает корешок, чтобы нормально было кровоснабжение, чтобы ущемления не было, и человек проходит боль в сердце. Вот такая вещь. А теперь не для камеры, да? Как вот это происходит? Вот у меня какая ситуация была? Вот опять же с этим же ранением. Из-за того, что, видимо, повредился какой-то нерв, у меня полностью была диспозиция в чувствительности. То есть если закрыть глаза и почесать вот этот палец, ощущение было, что это чувствует это. Прямо потом оно восстановилось через несколько лет. Прямо полностью интерпозиция возникла. Отличить невозможно. Глазы закроешь, а как будто этот палец трогаешь. Опять же, я занимаюсь искусством, это было в свою жизнь. У меня было много не только же бьёшь тебя, бьёшь постоянно. Попали в лицо один раз очень серьезно, задели тройничный нерв. Видимо, был ушиб очень серьезно тройничного нерва. И я, конечно, вот сейчас трогаю здесь, ощущение такое, что я верхний век чешу. Вот чешуя нижняя раздает на верхний век. Это вот с нерванцией связано. Ну, с нарушением нерванции. Так что вот так вот бывает. Поэтому, если где-то было ранение и нерв был повреждён, то это может сказываться и на наведённых болях, и на болях соседних органов. И когда-то даже всё зажим. Может. А вот про это лекарство, которое, да, вы сказали, что это можно ещё победить, рак, возможно, тоже. Да, профлактировать. хорошо. А вот относительно ДНК, да, если мы вернёмся, там ещё может, соответственно, какие-то другие радикальные клетки больше как-то влиять и восстанавливать, не знаю, что защитная реакция у человека сразу... Да, все клетки, которые мутируют, они могут восстанавливаться. То есть репарация может происходить, и тогда, собственно говоря, наши ткани не будут подвергаться никаким изменениям. Знаете, с одной стороны, с одной стороны, это хорошо. Но, давайте тогда затронем, вот это может быть интересно будет. На самом деле мутация это ведь главный механизм эволюции. То есть именно из-за того, что мутации происходят, могут закрепиться и полезные ведь изменения. Если мы победим все мутации, то мы себя законсервируем в том состоянии, в котором мы есть. То есть мы будем как бы ну не клонами себя же постоянно, но наши клетки не будут изменяться в наших поколениях, то есть не будет никаких совершенно мутаций и они накапливаться не будут. И соответственно новые признаки формироваться у следующих поколений тоже не будут. Мы будем четко репарировать ту ДНК, которая есть, она будет из поколения в поколение оставаться точно такой же. Абсолютно. А вдруг это полезный признак, учитывая то, что самосреда меняется и может даже появиться ген, который делает человека над устойчивым к радиации. А мы этот ген подавим. Мы ему не дадим развиться, мы его просто победим и не будет мутации никакой. И соответственно мы будем надуязвимы для все новых и новых появляющихся бактерий, вирусов. Потому что мы не мутируем таким образом, чтобы противостоять. Мутация тоже нужна. Поэтому тут важно понимать на каком этапе и где это применять. Вот это уже другой вопрос. Не менее важный. А куда это может применяться? Где может развиваться? Ну восстановительная эта хирургия конечно безусловно может применяться. В том числе как именно исследование при пулевых ранних, при массовых повреждениях, при радиационных повреждениях. Если не дай бог Чернобыль какой-то был. Токсичные какие-либо. Токсичные, да. Которые стронсуют тяжелых металлов те же самые. Если предположим есть утечка там соли тяжелых металлов и там поражен целый город. людям дать вот эти препараты то их разрушенные молекулы ДНК восстановятся в первозданном виде. А ведь прежде всего страшны при таких повреждениях генетические повреждения. То есть на уровне как раз под ДНК от этого погибать клетка не может восстанавливаться. Потому что у нее нет структуры которая может ее делить. То есть сначала важно делиться ДНК а потом клетка делится и в каждой клетке по такому же ходу ДНК. Если ДНК повреждена она не может поделиться так чтобы потом поделилась эта клетка и наши ткани просто все погибнут. И мы погибнем вместе с ним. Если же они смогут нормально останавливаться мы переживем любые катаклизмы. Соответственно в таких медицине катастроф это имело бы замечательное применение. ткани у меня Вообще генетики обладают инструментами, позволяющими изменять генетический код чуть ли не во всех одновременно клетках организма с помощью тех же самых вирусов. То есть можно самозаразить таким образом человека, таким вирусом, что у него поменяется, если не конкретно какая-то цепочка кода ДНК, то какой-нибудь большой, скажем так, участок. Но, понимаете, это слабо надуправляемый процесс. Он очень опасен, потому что вирус сегодня один, а завтра другой. Вирусы тоже мутируют и меняются. Вирус гриппа, например, он уже постоянно мутирует. Мы раньше болели каким-то там одним гриппом теперь появился, и селеной, и птичий, и всякие разные АБЦД, и что там только нет. И они появляются новые. Старые вакцины против гриппа, они уже не действуют. И, соответственно, если мы создаем такие инструменты воздействия на генетики человека, которые завязаны на живом-неживом, от этого, потому что вирусы до сих пор еще не поняли, то ли они живые, то ли не живые, то управлять процессом этим мы не сможем, а мы можем, наоборот, катастрофу только запустить. А вот если мы можем повлиять с помощью каких-то белков, сомсинтезированных, с помощью каких-то ферментов на аппарат, который может влиять на правильное восстановление и репликацию ДНК, это те работы, которые ведутся. Вот это супер, просто супер. Скажите, ну это, может быть, на самом деле, идет для укрепления генетики? Да, конечно. Я же сказал, что он так укрепится хорошо, что вообще мутации не будет. Можно так укрепить его, если будет такой препарат. А он, наверное, будет дорогостоящим? А вот это я не могу сказать. И кому это применяет? Тем людям, которые, например, пострадали? Да. Вот нынешняя катастрофа. Или мирному населению и войну? Объясню. Смотрите, как интересно. Мирному населению, с определенного возраста, например. Вот я же говорил про геронтологию. То есть, например, если человек выходит за пределы репродуктивного возраста, то для того, чтобы качественно свою жизнь дальше прожила, и у него измерительно стареет телеки ткани, он может принимать эти препараты. Вот таким вот образом. Но, понимаете, нельзя подавлять полностью с самого раннего возраста процесс мутаций. Я объяснил почему. Если мутаций не будет, то мы можем и пропустить гораздо более полезные мутации, которые в отдаленной перспективе будут ответственны за выживание человечества. И вот если бы у нас и среда бы не менялась вообще, то мы могли бы и себя не менять. И в этой соцсреде как живем, так и жить. И тогда мы могли бы хорошо сейв сделать, как в игре компьютерной, сохранился, и все, и сама среда сохранилась. И всегда можно жить вот в этих тепличных условиях, условно говоря, тепличных. Но соцсреда меняется, она ведь агрессивная постоянно становится. Она становится все более нутрогрессивной, все меньше кислорода, прониковывает эффект организованного загрязнения, химическое загрязнение, какие-то еще воздействия. Много всяких консервантов, всяких Е, которых мы все боимся и так далее. Они оказывают в своем мутагене воздействие. А нам к нему надо приспосабливаться. И как это ни странно, те мутации, которые вызывают эти мутагены, они могут казаться полезными для того, чтобы дальше противостоять вот этим вредным воздействиям. Понимаете? Поэтому подавлять полностью нельзя. Да, все правильно.